Меня зовут Джейкоб, я из Индии. Моя профессия — инженер. Ну, мой вопрос в том, что Бог знает всё. Он знает, что произойдёт в будущем, и знает всё. И знаете, чтобы мы не видели вокруг, Он знает всё заранее. Так что, если я собираюсь сделать что-то хорошее, то Он будет знать об этом. И мой вопрос — если это так, то всё предопределено. У каждого есть судьба, и всё заранее спланировано. Так ли это? Да, брат Джейкоб. Джейкоб, верно? Да. Задал очень важный вопрос. Он спросил, знает ли Аллах всё заранее? Да. И знает ли он, что я собираюсь сделать хорошее или плохое? Да, знает. Затем он спросил, есть ли всё предопределено? Это уже новый вопрос. Знание чего-то — это одно, а предопределение — это нечто другое. Всё ли предопределено? Да. Вера в предопределение — это одно из столпов ислама. Но ты не закончил вопрос. Я думаю, твой вопрос в том, какова твоя роль. Если Аллах предопределил всё, что я сделаю, хорошего и плохого, какова моя роль? Это твой вопрос, правильно? Да. Я понял вопрос, потому что это моя область. Потому что это очень логичный вопрос. Этот вопрос приходит даже в голову мусульманам. Но они боятся спросить «О, если я спрошу этот вопрос, возможно, это куфор». Это распространённый вопрос, и это логичный вопрос. Если всё предопределено, если Аллах предопределил, что я совершу убийство, если я совершу убийство, кто виноват в этом? Аллах виноват в этом, а не я. Правильно? Если Аллах предписал в моём предопределении, что я буду пить алкоголь, если я начну пить алкоголь, кого в этом винить? В этом виноват Аллах, а не я. Логично? Правильно или неправильно? Да, правильно. Правильно. Так что этот вопрос возникает даже в головах мусульман, но они боятся спросить. И это очень сложный вопрос, очень деликатный вопрос. И этот вопрос долгое время беспокоил меня в первые годы моего даавата. Затем, когда я проводил собственные исследования, я говорил с ведущими учёными. И всякий раз, когда я получаю новый ответ, я лишь повторяю то, что говорят учёные. Но если это логический вопрос, что-то новое, я должен поговорить с учёными, чтобы убедиться, что это не противоречит ни одному из правил шариата. Это основа даавата. Ты не можешь говорить что-то новое от себя. Да, ты можешь привести логику. Есть много книг, но, к сожалению, не очень убедительные относительно такдыра, предопределения. И это один из толпов имена, что мы должны верить в такдыр, предопределение. Для лучшего понимания я приведу тебе пример. И это один из моих уникальных ответов, которые я представил ведущим учёным. И они сказали «Машаллах». Это от Аллаха. Брат, представь, что в школе определённому классу преподает учитель. И этот учитель преподает в течение года. И перед экзаменом учитель говорит, что этот ученик получит 100 баллов. Этот ученик получит 80 баллов. Этот ученик провалится. Извини, брат, я просто привожу пример. Не расстраивайся. Просто он может подумать, что я намеренно его проваливаю. Итак, учитель предсказывает результаты перед экзаменом. Может ли ученик сказать, что я провалился, потому что мой учитель предсказал, что я провалюсь? Он может так говорить? Не совсем. Верно, не совсем. Почему? Потому что он знает своих учеников. Этот ученик умный и усердный. Он хорошо выполняет домашние задания, приходит рано в класс. Этот ученик обычный, этот ученик ленивый, он прогуливает уроки. Итак, учитель лишь предсказывает. Но учитель человек. В большинстве случаев он прав, но он может ошибаться. Аллах же, субханнаху ата'ала, имеет хильмуль-гайб. Он знает сокровенное, он знает будущее, он не может ошибаться. Но даже учитель, который предсказал, что конкретно ученик провалится, не может быть обвинен в его провале. Этот ученик не может винить учителя, что только потому, что ты предсказал мой провал, поэтому я провалился. Правильно? Теперь, что мы должны понимать относительно тахдира, предопределения? Аллах, субханнаху ата'ала, имеет знание будущего. Итак, что он сделал? Он предписал заранее, что произойдет. Теперь, брат Джейкоб, ты приходишь на перекресток. У тебя есть четыре дороги. Первая, вторая, третья и четвертая. Ты можешь выбрать любую. И ты выбираешь дорогу четыре. Так что Аллах уже знает заранее, что когда брат Джейкоб придет на перекресток, у него будет четыре выбора. Один, два, три, четыре. И он выберет четвертый вариант. Так что Аллах пишет заранее, когда брат Джейкоб придет на перекресток, он выберет дорогу номер четыре. Чей это был выбор? Твой. Но Аллах обладает знанием будущего. Он написал твой выбор заранее в твоем предопределении. Ты приходишь на другой перекресток и видишь пять вариантов, АБВГД. И ты выбираешь дорогу А. Аллах предписывает в твоем предопределении, что когда Джейкоб приходит на второй перекресток и видит перед собой пять дорог, АБВГД, он выбирает дорогу А. Кто сделал выбор? Джейкоб. Аллах обладает альмуль-гайб, знанием будущего. После того, как ты сдашь экзамен, ты можешь выбрать стать врачом, ты можешь выбрать стать инженером, ты можешь выбрать стать вором. Выбор за тобой. Ты выбираешь стать вором. Извини, это просто пример. Извини, давай лучше, ты выбираешь стать инженером. Я не прав. Ты инженер. Ты выбираешь стать инженером. Кто сделал выбор? Ты или Аллах? Брат, кто сделал выбор стать инженером? Я сделал выбор. Правильно. Аллах знает заранее, что этот человек выберет стать инженером. Поэтому он предписывает в твоем предопределении заранее. Брат Джейкоб после того, как он окончит школу, колледж и бакалавр. Так вот, мой вопрос. Если я выберу медицинский, значит ли это, что Бог ошибся? Нет, Аллах знает, что ты выберешь медицинский. Поэтому в Тагдире он предписывает, что ты станешь врачом. Значит, всё заранее спланировано? Нет, это не спланировано заранее, это знание будущего. Как учитель предсказывает, что конкретно ученик потерпит неудачу. Понимаешь? Так что это знание Аллаха. Так что, может быть, завтра есть шанс, что ты можешь выучиться и стать врачом. Ты не знаешь, я не знаю. Аллах знает, правильно? Так что Аллах знает, что твое мышление изменится, и теперь ты захотел стать врачом. Возможно, шансы малы. Так что Аллах не заставляет тебя. Это ты сам выбираешь, понимаешь, брат? У Аллаха есть знание будущего. Это значит, что Аллах знает будущее. Так что это не Аллах заставляет тебя. Ты сам выбираешь, понимаешь, брат? Аллах вне пространства и времени. Перед Аллахом время, прошлое, настоящее и будущее, как открытая книга. Итак, может быть, после того, как кто-то сдаст экзамен, он может выбрать зарабатывать честным трудом, или он может выбрать красть, и он выбирает красть. Кто виноват в этом? Он виноват в этом, а не Аллах. Аллах предписывает в его тахдире, что после того, как он сдаст экзамен, у него будет возможность честно работать, но он предпочтет воровать. Это его выбор. Итак, Аллах предписывает, что он будет воровать. Но это не потому, что Аллах предписал, что ты станешь инженером, ты стал инженером. Но потому что ты сам сделал этот выбор, и Аллах предписал это заранее, понимаешь? Как учитель предсказывает перед экзаменом, что ученик провалится? Он не может винить учителя, понимаешь, брат? Честно говоря, это сбивать с толку. Да, это сложно. Это сложный вопрос. Но ты понял, что когда учитель предсказывает до экзамена... Я привожу этот пример, потому что его легко понять. Если учитель предсказывает, что конкретно ученик провалится, может ли он винить учителя? Но учитель отличается от Бога. Понимаю. Но может ли он винить учителя? Нет. Правильно, нет. У Бога есть знание сокровенного. Бог намного превосходит учителя. Но Бог не вмешивается в твой выбор. Так сказано в Коране. Да, где ты родишься, какой ты будешь расы, определенные вещи предопределены. Но то, что касается твоих поступков, это ты делаешь выбор. Вот почему очень известный поэт Аллах Майкбал. У него такое имя. Аллах Майкбал. И поскольку ты индуст, ты знаешь хинди. Аллах Майкбал говорит, «Станьте настолько благочестивым, что Всемогущий Бог, прежде чем написать вашу судьбу, спросит вас, каково ваше желание?» И мне сказали, что в Амане многие понимают Урду, как в Дубае. Это поэт Аллах Майкбал. Он один из поэтов, который, маше Аллах, очень хорошо понимает Коран. Он говорит, «Станьте настолько благочестивым, что Всемогущий Бог, прежде чем написать вашу судьбу, спросит вас, каково ваше желание?» Это означает, что мы должны следовать по велениям Аллаха. Только потому, что учитель предсказывает, ты не можешь винить учителя. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Сегодня большая доля бизнеса переходит в онлайн, и всё больше людей переквалифицируется на заработок в интернете. Поэтому наши братья составили прекрасный курс, где они пошагово объясняют и отвечают на вопросы, как начать зарабатывать в интернете. По сути, они возьмут вас за руку и научат, как делать первые шаги в этой сфере, как торговать на Вайлберис, Озон и других площадках. Они научат вас, как зарабатывать 50-100 тысяч рублей в месяц. Они будут отвечать на ваши возникшие вопросы. И также вы сможете общаться с другими братьями, которые уже прошли определенные шаги. И, конечно, этот курс не бесплатный, потому что любой труд должен быть оплачен. Но он стоит очень дешево по сравнению с другими. Всего полторы тысячи рублей в месяц. По сути, вы познакомитесь с людьми, нашими братьями по вере, у которых вы будете учиться обмениваться опытом и прогрессировать по воле Аллаха. Этот курс подходит как для братьев, так и для сестёр. Есть отдельная ссылка для сестёр и отдельная ссылка для братьев. Сёстры, переходите по ссылке для женщин, а братья, переходите по ссылке для мужчин. И помните, братья и сёстры, вы должны прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Это закон, который Аллах установил в этом мире. Пусть Аллах облегчит ваши начинания. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.